Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Ракелян, и я... А меня зовут Илья Белов. И я очень рада вновь приветствовать тебя на моём канале! Сегодня я снимаю видео с Илюшей. Соскучился по вам, не видел во сколько? Полгода? Уже больше даже. Очень давно у нас с Кариной не было видосов. Вообще, да. Надеюсь, их будет побольше в преддверии. Так что, если вы соскучились по коллаборации, обязательно пишите в комментарии. Да, сегодня мы снимаем новогодние видео, и в честь этого мы надели одинаковые кофты. Обмен подарками, как вы поняли по названию видео. По оформлению зацените. Да, кстати, посмотрите. Мы вот так вот распутали прекрасную гирлянду, просто к вам швырнули в угол. Очень красиво. Короче, мы с Ильей закупились прекраснейшими новогодними подарками, и сегодня будем их дарить друг другу. И так как мы давно не виделись, мы решили сразу начать это видео с обменом подарков, потому что все любят подарки, тем более Новый год. И хотим вас заранее предупредить о том, что подарки мне покупали, типа, такие супер-мега-крутые, офигенские. А купили что-то такое, типа, со стёбом, душевное, может... Ты мне говорила, возьми всё самое дерьмо. А сейчас мы едем, и говорят, в смысле, ты дерьмо одно взял? Мы желаем вам приятного просмотра. Не забывайте подписываться на мой канал, если вы до сих пор этого не сделали. На мой инстаграм тоже. Ник, увидите сейчас на своих экранах. Нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми, никогда ничего не пропускать. А мы можем начинать новогодние видео. Поехали! Давай, ты кто первый? Как мы это решим? Почему это ебер? Ну, потому что ты первый. Хорошо. Итак, первое, что без чего это Карина и Екатерина не может жить. Без чего ты не можешь жить из еды? Это закуска какая-то вот такая вот, заморская, обычная, которую ты постоянно жрёшь. Чипсы, сухарики. Да, ты угадала. Да? Ты знаешь, что мы у себя. Ты знаешь, что мы у себя. Я думала, что ты спас фудов. Начнём с этого. Чипсы? Спасибо огромное. Ребят, чтобы вы понимали, я просто обожаю всякие чипсы, сухарики. Ты их любишь покупать, ты их любишь открывать, пожрала одну, оставила пачку, всё, блядь. Все пачки по квартире, блядь. Да, 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 у меня так обычно и происходит. Чипсы, самый нужный новогодний подарок, я считаю. Илюша же у нас сидел на правильном питании недавно. Хорошо, что сидел и не стал. Но я тебе приобрела не для правильного питания продуктик. Это шоколад? Раз мы пошли по еде, я, пожалуй, тебе вручу доширак. Я ведь знаю, как ты часто их ешь. Я их вообще не ем, подожди, это для первого января. Первого января? Да, да, да. Спасибо большое. Нажрёшься, наешься, наутро проснёшься так, чтобы съесть. Осталось только вот, Карин, по подарочкам. Эта девушка на тебя похожа чем-то. Ничего, она не похожа, ты чё? Ты посмотри, она реально похожа. Она не похожа. Давай сначала по лайту, давай сначала что-то такое лёгкое, такое интересное. Смотри, что я увидел, я такого лично. Закрой глаза. У меня есть плохой напиток. Вода? Как мы с тобой пробовали. Нет, это под краном, как у меня. Итак, смотри. Это фанта. Но такую фанту я нигде не видел в своей жизни. Вы такую видели? Фанта? Она какая-то японская. Ты, наверное, её купил в республике или в каком-то японском типа магазине. Нет, в обычном продуктовом. В продуктовом? В обычном продуктовом. Прикинь, я вот её увидел. Ну что ж, давай. Давай, пробуй, тестируй. Дегустация. Мне кажется, кстати, не очень она будет. Мммм. Очень вкусная. Реально? Попробуй, попробуй. Очень вкусная. Вообще офигенная. Она напоминает? Виноград. Нет, что-то. Какие-то японские мармеладки. Ну хотя, да. Обычные мармеладки. Японские мармеладки. Я знаю, как ты любишь читать. И я давно смотрю на эту книгу. Она называется «Как перестать бухать и начать дегустировать». Ты мне её не дарила? Это Илья, ты мне её не дарила. Ты её кому-то дарила на день рождения, я помню. Я никому её не дарила. Ты кому-то дарила её. Ходим в одном и том же торговом центре и покупаем подарки. Причём по одним и тем же местам. Я не удивлюсь, если у нас с тобой будут какие-то одинаковые подарки сегодня. У меня тоже есть книжки. Какой он иногда любит подбухнуть. Я? Да, Карина, точно. Но тебя там им не перебухать никому. Отстань, что ты такое говоришь? Я не пробовала алкоголь никогда. Ты что такое говоришь для моей птицерли? Я тоже не пробовала алкоголь. И что тебе нравится больше, дегустировать или бухать? Дегустировать. Да. Да никто не видит. Ну, давай. Что ты мне показываешь? Раков. Показываю, не раков. Во-первых, это тебе... Гирлянда. Это не гирлянда. Это что это? Это скакалка. Это мишура. Вот так обвернись, чтобы сразу новогоднее настроение. Спасибо за то, что глаза мне по этим похерачило. Вот, смотри, уже... Вот такая вот красота на сегодня. Вот такая вот весельница. Я буду похожа на новогоднюю елку. На даярку. Следующий подарок, который я тебе хочу подарить... Я уже вижу яйцо. Нет, ты его не видишь пока что. А, ну раз ты мне подарил гирлянду, я тебе тоже подарю новогодний подарочек. Это вот такая вот снежинка. Ты ее можешь повешать куда угодно. Это похоже на суспензию какую-то. Главное, все есть. Чеки есть. Ты видел, я заклеила шляпу и цену... А, ты еще сделала цену и наклеивала. В этом году я хочу тебе подарить книжку. Вообще, для тебя сложно разговаривать, да? Ты офигел намекаешь. И эта книжка «Как разговаривать с мудаками». Серьезно, она мне понравилась своим названием, так что после прочтения ты будешь уметь разговаривать со всеми людьми и не только. Спасибо большое. Что делать с неадекватными и невыносимыми людьми в вашей жизни? Ну, таких, к сожалению, немного, но я думаю, что эта книга мне пригодится. Спасибо огромное. Я ценник не отклеил. Ценник? Илья, надо было подумать об этом. Это наша любимая настольная игра с моим молодым человеком Андреем. Это просто охеренская игра, она продается в республике, называется «Темные истории». Выбирается, типа, ведущий, там читается оглавление истории, на обратной стороне только ведущему известен правильный вариант ответа. Типа, что произошло с этой девушкой, например. И все сидят и пытаются угадать, типа, что к чему. Отстань! Трашная история, это по твоей тематике. По моему. А давай, вспомни сейчас, прямо сейчас, самую такую вот запоминающуюся страшную историю. История гибели друга в зимнем лагере. Самая первая страшная история. Не за что. Итак, во-первых, мы только что достали все шары, мишуры, себя все сняли. Поэтому я тебе дарю вот такую новогоднюю елочку. Подожди, руке убрала. Ее надо распустить. Да, вот, распустить. И как раз мы ее нарядим. Понял. Такая елка. Подожди, дай. Ну ты ее не распустил еще, ну куда ее наряжать-то? Следующее, что я тебе подарю, это яйцо. Но не шоколадное. А у тебя есть несколько? Дорогой мой, несколько яичек я тебе купила. У тебя какие-то проблемы, ассоциации с яичками. Вот такое вот. И оно кидается в воду и оттуда вылупляется единорог. Тебе вот прекраснейшее яйцо. Спасибо большое. Оно тебе, я думаю, пригодится очень хорошо. Оттуда была ведь Карина Ракеля. И вот с чем у тебя ассоциируется Новый Год? С каким продуктом? Он всегда есть на праздничном столе. Оливье. У тебя Новый Год ассоциируется с рыбой, блядь. Ну в смысле рыба с картошкой, обычно блюдо вот это. Нет, ну какой-то фрукт. Давай фрукт. Мандаринки. Да. Мандаринки? Я выбрал самые просроченные, которые были в магазине. Я офигел. Да шучу. Ой, спасибо. Ребятки, посмотрите, мне Илья купил огромное количество мандаринок. Это реально огромный символ Нового Года. Так, ну что ж, пойдем по еде. Вот такие вот красивые пряники. Серьезно? Да. Ты меня не потравила? Нет, не потравила, они очень хорошие. А я буду потравила вообще. Посмотрите, ребятки, вот такие вот прянички. Очень красивые, очень новогодние. Ты серьезно сидела, ценники заклеивала? Да. А, тебе там, тебе там тетки на кассе заклеили. Нет, это я дома делаю, Андрей подтвердит. Подтверждаю. Послушай, тут есть подъеб в этом подарке. Тут написано мамочка с Новым Годом. В других наклеях не было? Не было. И знаешь что, Карина, а ты девушка уже взрослая. Вот серьезно, я тебя не могу назвать, что тебе вот 16 лет. Когда мы с тобой познакомились, тебе было 15. И у меня глаза разъезжались в разные стороны, потому что, ну как тебе, блять, 15? Ты выглядишь и ведешь себя как взрослый уже, ну, человек. А дальше все делается у нас по залету. И поэтому я хочу, чтобы у тебя всегда у сердца ты держала вот эти памперсы. Это чтобы они всегда в спокойной были. Пора. Где ты их нашел? Я их купил в магазине. В каком? Ребятки, посмотрите какой крутой подарок. Памперсы для взрослых людей. Это не для взрослых, это для детей. Где? Это для взрослых. Не радует мужчина, блять. Подожди, это для взрослых? Да. Надо срочно обменять. Следующий подарочек, который я тебе хочу вручить. Свистушка. Я считаю, что это очень даже необходимый подарок. Во-первых, с ним можно сделать вот так. Распугать всех соседей. Маньяков, да. Новый год, вот. Так что... Супер. Я думал, она мне папироску подарила. Да, это такой руссконародный, прекраснейший. Нет, это же игрушка для елочки. Но это одновременно игрушка. Можем ее повешать. Можем ее повешать на голубя. Вот на нашу елку полудохлую вешать. Красота. Так, давай, моя очередь. Итак, следующий важный шаг в этом новом году. Хочу тебе подарить педикюрные носочки, сделанные в Японии. Чтоб ты на первого числа выглядела вообще вот так. У меня уже есть педикюр. Читай название. Педикюрные носочки. Сосу. Нет, название. Блядь. Реально, блядь. Смотри. Смотри. О, боже. Это для 70-летних баб. Сосу Лайт. Давай мы будем украшать все, что мы достаем, мы украшаем елку. Давай, елку. Давай. Очень красивая елочка. Очень красивая. Так, ну что ж. Следующий подарочек. У меня остались подарки только из адекватных. А нет. Вот такая вот куколка. Это куколка в каком-то находится замочке. Она меня, во-первых, удивила своей ценой, потому что она реально, блядь, пиздец дорогая была. Серьезно? Реально. Это куколка, и она хранится в замочечке. Вот. Это твой символ. А почему она в замочечке сидит? Ну, типа, это какая-то фишка, я не знаю, для детей. А ну, супер, 5 лет плюс, значит, это для меня. Для тебя. И теперь альтернатива. Новая куколка. Это серьезно, кола со вкусом перца. Я такую еще не пользовал. Но она выглядит, как серьезно, настоящая куколка. Но нам бы ее открыть сначала. Подожди, это реальная куколка. Куколка. То есть, это не какая-то подъемка. Ну, это, значит, может быть, типа, новая какая-то. Да, это новая кола. Прикольно, ребят, кука-кола с перцем. Нет, блядь. Подожди, надо открывалку. Андрей, у тебя есть дожигалка? Нет. Итак, мой молодой человек Андрей сейчас покажет нам, как правильно открывать кука-колу с перцем, потому что, как мы только с Ильей не пытались, не получилось. Мне надо там бабушка, блядь, пить. Блядь, не надо мне соседка. Показываю один раз. Нет, я сейчас не покажу. Боже мой. Спасибо, Андрей. Андрей, нам очень приятно. Как раз печет. А что это я-то дегустирую? Ты первая? Давай, я первая. Садимся. Садимся. Ты сейчас нальешь, блядь, все. О, это не съедобное, наверное, слово. Ну, это не съедобное, если это пьют. А в смысле ты не нормальная? Нормальная. Это человек, Анна, это уже не человек. Это как кола, но у нее вообще маленький, прям маленький привкус перца. Попробуй. Тут вообще перец не чувствуется. Вообще нету перца. На такое послевкусие только с перцем. Но она не острая, типа, блин, она нормальная. Сперцей каких-то. Так, следующий подарок, который я тебе хочу подарить, это вот такой вот карандаш. Как говорится, не буду говорить, как говорится, но это карандаш, куда угодно. Это на 1 сентября пойдет. Кстати, здесь у Карина какие-то... А, это я думал, это свистелка. Это точилка. Это как раз для ее... Офигенный карандаш, огромный, красивый, пригодится. Розовый цвет мне подходит. Будешь писать письмо Деду Морозу этим карандашом. А ты писала, когда в последний раз ты писала письмо Деду Морозу? В том году. Чтобы твое настроение было всегда полный джинган-бэл. Вот, одевай, пожалуйста, ее. Это каска сварщика. Красота. Я думала, это надевается вот так. Следующий подарок. Спасибо, Илья. Он более такой нормальный, адекватный. Так как ты коллекционируешь вот эти всякие сиськи-письки, у тебя вот таких вот всяких подвесочек, огромная куча. Я тебе подарю в честь Нового года вот такую вот, как она называется? Статуэточку, шар, да, который очень круто переливается, и он в виде снежинки. Я тебе хочу подарить духи. Ты же, Любик, какие у тебя самые... Которые для машины? Какой у тебя бренд самый лучший дух? Бакарат. Бакарат? Да. Луи Виттон не очень уже, да? Луи Виттон у меня нет духу. Хотелось бы, но нету пока. Это ароматизатор для машинки. Нет, это не для машины. Для чего? Ну покажи с деталем. Ты же хотел Луи Виттон духу. Покажи. Вот тебе и Луи Виттон. Руку уговорю, давай. Вот, все. Теперь тебе больше всегда вкусно пахнуть в этом Новом году. Он воняет в бане, прям. Понюхай в бане. Он не в бане и пахнет. Банит. А ты часто в бане ходишь. Да. Офигенно, ну это вообще-то для машины. Мы забыли вешать все на елку. Давай попробуем. Да, давай. По-моему, прекрасно. Что же мне такого подарить? Артуратный подарок. Это большой киндер сюрприз. Киндер Макси. Очень популярный такой продукт в этом Новом году. Первое яичко вылупляется оттуда, а во втором просто находится сюрприз. Ну, у Карины какие-то год яйцовый. Да. Я не знаю, я хотел обычно тебе киндер подарить, но, к сожалению, вот дали такую штучку. Ее можно использовать как телефон, как рацию. Давай. Алло. На, отвечай. Ответь на мой звонок. А, привет. Привет. Видишь, она многофункциональная. Да. Не, ну это... Ну, хотя можно в нерасправленную елку всунуть. Ну, супер. Вот такая вот у нас елка с клизмами, с памперсами, блядь, со всякими... Подожди, у нас елка падает. ...масочками для ног, сосу. Я предлагаю зажечь тогда на прощание эти бенгальские огни. Зажжем как следует. Раз мы все-таки прощаемся. Отпускать домой. Давай по одному и аккуратно. Давай. Ты понимаешь, что мы дома, да? Да, я понимаю, что мы дома. Итак, ребята, мы были очень рады видеть вас. Снять для вас это совместное видео, потому что мы давно с Ильей не снимали всяких этих вот крутых коллабораций. Только не на диван. Хорошо. Вот на полу. Она должна так вспыхнуть. Глядь. Подожди. Почему мой не зажегся, Илья? Пожалуйста, зажгись. Пожалуйста. Почему-то Новый год только у меня. У Ильи сегодня Новый год, а у меня... Нет. Нет. Подожди. Только не стой. Потому что сейчас у меня сгорит, а у тебя не будет. Все. С Новым годом. Ребята, всех с наступающим Новым годом. Обязательно ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на Корин канал. Да, мы вас любим. Всем пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова